Привет, друзья! Первонаперво должен вам доложить, что на канале происходит какой-то кошмар. Просмотры, как вы заметили, упали просто ужасающе. И сейчас мы разбираемся, что же послужило поводом к тому, что за месяц до выборов канал резко просел. Я вас попрошу, я никогда вас ни о чем не просил, вот этот месяц, который остался до выборов, ставьте лайки. Ставьте, пожалуйста, лайки, те, кто не ставит лайки, и если можно, пишите какие-то комментарии, это помогает видео продвинуться в топ. Ах да, 19, 19 роликов подряд, ни один, ни один из них, вы вдумайтесь, не зашел на 100 тысяч просмотров. То есть, 19 роликов на канале почти 300 тысяч, это провальные ролики. И такого, такого не было даже 3 года назад, когда у меня канал был, ну, совсем маленький. Да, уж. Ну ладно, давайте к теме. А тема такая, что один великий балабол начал уже вовсю стебать другого, не менее известного балабола. Последнее время. Мне кажется, у него проблемы с психикой настали. Грустью слежу за Андреем Ивановичем, мне кажется, что он сошел с ума. А ведь прав. Прав, Дима тут. Что-то с Андреем Ивановичем действительно что-то неладное происходит в последнее время. То на журналистку сорвется, то соврет, то за словами своими не проследит в очередной раз. Ну, давай, Дима, еще раз его стебане, а потом мы покажем, что с ним, собственно, не так. Мне кажется, что ему надо показаться доктору-психиатру во избежание каких-то психических проблем накануне важной схватки с мэром Кличко. Молодец, Дима. 5 за троллинг, можно к тебе как угодно относиться, но стебанул-то его классно. Ну, хорошо, давай теперь конкретики. А его поступки последние, то у него Кличко украл телефон. Так, это интересно. Что, не крал таки? Нет. Вот Андрей Иванович утверждает, что Кличко подлый вор. Андрей Борщевский, обращаюсь к мэру, точнее к вору. Слово из трех букв. Кличко. Виталик, верни телефон, который ты вчера украл со стола, где я сидел с компанией. И когда ты подумал, что это мой телефон, быстренько подбежал, выхватил его у официанта и сказал, что передашь. Во-первых, не передал. Во-вторых, тебя никто не уполномочивал. В-третьих, заява уже написана. Готовься, мэр. Точнее, вор. Интересно, интересно. Знаете, вот про Кличко можно все что угодно рассказывать, что он там подлец, ничего для Киева не сделал, ни одной станции метро за пять лет и т.д. и т.п. Но говорить о том, что он вор, ну, тем более, какой смысл ему воровать айфон, который он потом просто не разблокирует. Вот что про эту историю пишет сам Кличко. Мистичные истории старого Киева. Гуляв вечерин на Ярославову валу. Побачив у кафе одну цікаву парочку. Ну, это он про Пальчевского и его помощницу. Когда вернулся назад, кафе начинился и выбег на тротуар официант в пошуках клиента, что забыл телефон. И доверил мне, как меру города, отшукать властника. Дедуктивным методом установил, что это телефон супутницы Андрея Пальчевского. Шановные абоненты, ваш аппарат повернуть, верните на линию 1551. Действительно, знаете, я тут с Гордоном абсолютно целиком и полностью согласен. Пальчевский полностью сошел с ума, чтобы обвинять Кличко в том, что он ворует чужие телефоны. Даже если бы у него была задача своровать этот телефон и оттуда какие-то личные данные, то он же просто бы этого никак не сумел сделать. Потому что айфон, я не знаю, как там насчет китайцев, я не специалист, но айфон, по-моему, взломать никак невозможно с помощью фотографии. То есть тут же 3D-сканеры лица, и потому их как бы и покупают. Но это еще не все. Не все первые нашего Андрюша. Так, Андрей Иванович, згадаем о нашем минулой встрече. Вы сказали, что готовы посперечататься на пляшку, что притула мэра Киева от голоса. Не пиде. Как не пиде? Я не бачу. Как не пиде? Я сказал, что он пиде. Вида. Так, Андрей Иванович, это уже не шутки. Спор, как известно, среди мужчин – это дело благородное. Если вы проспорили коньяк, то его неизменно нужно отдать. Иначе вас ни один мужчина в стране не будет уважать. Ну, давайте послушаем, что же он тогда сказал. Притула еще не знает, от кого он идет. И, скорее всего, от голоса он не пойдет. Потому что голос – это путь в никуда. Хотите, поспорим на бутылку шампанского, в том числе с пишущим? Не пойдет от голоса. Потому что голос наберет в Киеве 0,0. Примерно так. Может быть, 0,1. Так, мы слышим четкую формулировку, что Пальчевский говорит, что притула не пойдет от голоса. Пальчевский, как мужчина, сейчас что должен сделать? Признать, что он это говорил, и выставить бутылку голованному. Но то, что я услышал дальше, меня просто шокировало. И что, вы хотите найти противоречия? А вид кого винпешов, зараз? Так, я же сказал, что скорее всего не пойдет голос. Подождите, одну секунду. Он пошел, здесь четко совершенно сказано, что скорее всего был бы умба улумумбы, как говорит африканская пословица, был бы чем бы, не приняло лукаво улыбаться, Василий Ильич? Вы меня раздражаете. Ведущий Василий Голованов просто в неписуемом шоке. Как и я. Каким вы все, наверное, кто это сейчас слышит и видит. Я не верю своим глазам и ушам. Пальчевский очевидно, абсолютно очевидно, проиграл пари и просто зажимает бутылку ведущему Голованову. Вы не хотите бутылку ставить? Нет, не хочу, потому что я сказал, что это глупость идти от голоса, он проиграет. Это его право. Нет, это его право проигрывать вообще. Понимаете? Но я же не говорил, что он не пойдет от голоса. Я сказал, что это глупость будет. Вы вообще представляете себе, что это за человек? Андрюша, там не было слова глупо. Да и не в этом суть. Суть заключается в том, что ты поспорил на то, что притола не пойдет от голоса. И проиграл бутылку шампанского. Вот давайте еще раз послушаем. Притула еще не знает, от кого он идет. Да, и скорее всего от голоса он не пойдет, потому что голос это путь в никуда. Хотите поспорим на бутылку шампанского, в том числе с пишущим? Не пойдет от голоса. Ты пойман за руку, как дешевка. Ты дешевый подлец, ты дешевка. Друзья, вы вдумайтесь, этот человек заключил благородные пари. Он называет себя Джейнсом Бондом. То есть мужским эталоном чести, гордости и достоинства. А при этом, при всем, он ведет себя как баба. И просто-напросто зажимает бутылку, которую он проиграл в честном пари. Вот эти кусочки видео. Я хочу, чтобы все блогеры, от мала до велика, которые вот это увидели, вырежьте, пожалуйста, эти кусочки. И покажите вот это на всех своих каналах. Потому что проспорить пари и не выставить, зажать бутылку шампанского. Ну, знаете, вот я, может, так воспитан, но мой дедушка всегда говорил, что дал слово, держи, как бы было неприятно его держать, как бы сложно не было. Надо все-таки сделать. Тем более пари, такое благородное дело. Но ни в одном мужском обществе, я вас уверяю, Андрюше, вот зная то, что вот как он поступает, ему руки не подадут. И да, он не сумасшедший, как говорит Кордон. Это просто наглое, лживое и жадное, зажавшее бутылку шампанского, да, и балаболистое существо, которое не то что мэром Киева быть не может, да я бы его мэром своего туалета не назначил. Пока!